Варлок ТД Для этого несколько причин У нее есть активный предмет, что разнообразит геймплей Ну и у нее хороший набор стартового вооружения Стартового вооружения Что мы откроем себе? Что мы откроем? Давайте откроем клейкую ленту Клейкую ленту будем клеить Будем клеить Будем клеить девчонок в клубах Йоу Наша бандитка пойдет и наклеит себе девчонок Ну или, либо будет Раз она бандитка, будет, наверное, заложников брать И связывать их клейкой лентой В магазине, где я работаю, продается такая клейкая лента Периодически за ней приходят какие-то подозрительные личности Но я шучу На самом деле они не приходят Если бы они приходили, я бы, конечно, позвонил в полицию И сдал бы их всех Гребанные террористы Эм... Что... Какие у нас цели на этом заходе? Ну, во-первых, смотрите Во-первых, я узнал, что Секретный персонаж пуля Все-таки не открывается в канализации Он открывается Просто сам по себе То есть эти Должны появляться в комнатах Случайным образом Пульки Которые... Которые такие Ну, маленькие пульки С красным плащом, что ли И... Их надо не убивать И тогда после Скольки-то неубитых пулек Откроется новый персонаж Я открыл синий сундук Табельный блайзер Это... Неплохое оружие Которое я оставлю в данный момент на босса Посмотрим, что во втором сундуке будет Синий сундук я буду открывать всегда Ну, всегда Почти всегда На первом этаже По-моему, это достаточно По-моему, синий сундук Это вполне достаточно Для того, чтобы быть довольным Счастливым И открывать его Даже не раздумывая К тому же, вот еще один ключ нам выпал Так что два ключа у нас уже есть В магазине Деньги тратить на ключ не придется Деньги можно Оставить на что-нибудь другое На прошлом заходе Очень интересный у нас предмет был Который Превращает всех сундуков В мимики Всех сундуков Наверное Правильно сказать Все сундуки в мимике Потому что Всех сундуков Это значит Что сундуки живые существа И в них есть личность А я не считаю Сундуков личностями Они еще не достигли Того уровня Ну на самом деле С сундуками наверное Надо дружить А то они не будут появляться Ах К сожалению Патроны на первом этаже Это не очень полезно Но Ну а что сделаешь Да Чумной пистолет Здесь можно купить Или можно пса купить Я наверное Куплю пса На этом этаже Потому что Ключ нам уже не нужно покупать Поэтому Деньги можно потратить На покупку Прекрасного пса Надеюсь это будет Чихуахуа И тогда я смогу спеть Песню Чивауа Make you dance Чивауа Чивауа Make you smile Чивауа Помните такую песню Там еще этот Диджей Бобо Едет на машине И с ним рядом Чивауа Компьютерная По-моему И по-моему Он тоже компьютерный В том Старом клипе Ну песню Наверное Эту слышали А может уже и не слышали Я не знаю Как долго эта песня На самом деле Была на радио И телевидении Но Когда я Когда я Был маленький И еще смотрел Телевизор То Там была эта песня Опа-па-па-па Ну вот и первый урон Первый урон получен На этом заходе Надеюсь Это первый и последний урон Надеюсь Первый и последний раз Что у нас тут еще Какие у нас еще планы Ну наверное В канализацию Мы не идем Если только Нам не начнут Сейчас в каждой комнате Падать ключи Тоннами То в канализацию Мы не идем Но все зависит Все еще мы можем Насобирать себе Достаточно ключей Например Если Деревянный сундук будет Я его наверное Не открою Я наверное Похраню Деньги Сберегательной Кассе Бедя от них Никакого толку В смысле Сохраню ключи И пойду на секретный уровень Наверное Я подумаю На этот счет Все будет зависеть От оружия Которое мы выбьем Из босса Либо не выбьем Потому что Из босса Вполне может выпасть Какая-нибудь бесполезная Пассивка Типа увеличение скорости Ну увеличение скорости Это хороший предмет Но Ну кроме того Что просто увеличивает Наше передвижение И таким образом Ускоряет заход Но еще и В уклонении Помогает Ну правда Надо перестраиваться Под увеличенную скорость Перестраивать Свои маневры Слегка Но это Небольшая плата За теоретическую Возможность Уклоняться лучше Опять патроны Жалею Что табельный Бластер Не использую Зеленый сундук Сто пудов Мы открываем Тут вопросов нет Светлый камень Гуона Чистый Насколько я помню Он дает нам Иммунитет К Яду И Давайте пса Давайте пса купим Чем раньше мы купим Пса Тем Больше вероятность Что он нам Предмет какой-нибудь Даст Джуниор 2 Да Ну это такая же собачка Как у охотницы Это новый предмет Который открылся После того как мы Охотницей Убили ее прошлое Ну теперь мы Считайте Просто персонаж Который лучше Чем охотница У нас Стартовое вооружение Лучше У нас Ну лучше Лучше это спорный вопрос Наверное Арбалет все таки Получше чем дробовик Будет Потому что С дробовиком Особенно Против боссов Не повоюешь А вот с арбалетом Вполне Да Теперь Ну у нас Есть теперь Собачка Которая Надеюсь Окупится Ну в принципе Для того чтобы Она окупилась Ей нужно Два ключа найти Правильно Если она Два ключа найдет То считайте Она уже Окупилась Против босса Будем использовать Табельный Бластер Вперед Кто у нас Курки-близнецы Курки-близнецы Самый лучший Босс Для охотницы Ли Ой для охотницы Для бандитки Лично для бандитки Вообще Это Мой самый Нелюбимый Босс Но Бандитки С ними Проще всего Потому что Она поджигает Сразу Все И Поджигает Сразу Обоих Двойной урон Коктейль Молотова Наносит Считайте Все равно Все равно Это неприятный Босс С которым Я бы предпочел Ничего общего Не иметь Вот Именно По той Причине Которая Сейчас Происходит Зажал Зажал Пустышку Провтыкал Увеличения Здоровья Не будет Ну Это не Смертельно Конечно Но Неприятно Знаете И вообще Остался Одна единичка Здоровья Нужно быть Осторожным Нужно быть Осторожным И Не умереть На первом боссе Вот это было бы Очень позорно Совсем уже Противоестественно Что мы получаем Вилы На вилы На вилы Не знаю Поджигает Этот предмет А Хорош ли он Чудный вопрос А пустышек у нас нет Все Двигаемся дальше Хороши ли вилы Ну Смотрите У них проникающие Выстрелы То есть Они Сквозь противников Пролетают То есть Можно сразу Нескольких Противников Накрыть вилами Поэтому Да Думаю Этот предмет Хороший Если что В комнатах Будем его Использовать Ну А На босса Оставим Табельный Бластер Так Будем Дробовик Использовать По максимуму И эти вилы Дробовик Простите Обрез Это Обрез Если что Дробовик И обрез Это две разные вещи Дробовик Это то С чем охотятся На кабанов А обрез Это то Что использовал Брат 2 В Исполнении Сергея Бодрова В своем Знаменитом Фильме Где он Убивал Много Американцев Вот Ну и Русских И украинцев Он там всех Убивал Русских Украинцев Негров Блин Нахрен Всех Подряд Не на перерез Хорошо Что он Врезался В этот Камень Гуона Но эта Пулька Она Блин Мастерски Мастерски Прыгнула Вообще Она Предвидела Мои Передвижения Что-то Этот обрез Если честно Тоже урона Маловато Наносит Как Как-то 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 Не очень О боже Этот Волшебный Волшебный Призрак Волшебный Призрак На меня Напал Ага Да Правильно Огненным Оружием Против огненного Противника То что Нужно То что Нужно Ублюдок Хватит Прыгать А вот и Патроны Так Патроны На что На вилы Ну там что Мало Да На табельный Бластер Мы берем Патроны Точно Там Сверху На севере Есть Какой-то Персонаж Это либо Зельда Либо Девчонки Надеюсь Это Зельда Девчонок Я пока Не хочу Видеть Еще Слишком Рано Здесь Можно Ключ Купить И Сходить Девчонка Посмотрим На ситуацию Посмотрим Сколько у нас Будет Посмотрим Сколько у нас Будет Ключей Денег И всего Остального К концу Этого этажа Потому что Ну Если это Зельда То это Хорошо Зельда Нам дает Какой-нибудь Предмет Если это Девчонки То Ну так Себе Знаете Ну хотя бы Здоровье Хотя бы Здоровье Выпадает Из врагов То есть Мы Слишком уж Плохую Ситуацию Не попадем Деревянный Сундук Открыть Не будет Деревянный Сундук Открыть Не будет Меня Это не Возбуждают Деревянные Сундуки На втором Этаже Особенно Когда у нас Так мало Ключей Ну бывают Естественно Ситуации Когда я Вполне Себе могу Открыть Вполне Могу Открыть Деревянный Сундук Но Это Не одна Из тех Ситуаций Ситуация Открытия Деревянного Сундука Сопровождается Завалами Ключей Завалы Ключей Пока что Не наблюдаются Еще патроны Да Да я возьму Лучше на вилы Знаете Чем на этот Дробовик Я лучше на вилы Возьму Патроны Конечно Мы взяли Там что-то 17 патронов Но 17 патронов Это больше Чем ничего Давайте Знаете Что Я думаю Надо покупать Ключ И И открывать Либо Сундук Следующий Который У нас Попадается По пути Либо мы К Зельде Идем Ну Надеюсь Что это Зельда Так Вот эта Комната Меня Не Напугает Мы с ней Уже давно Знакомы Я ее Уже изучил Повадки Я уже Знаю Где она На водопой Ходит Всю фигню Засаду Устрою В дереве И мы ее Схаваем Мы эту комнату Зажарим И съедим Опа Ребята Ребята Что-то Что-то Случилось Давайте Это как-то Давайте Как-то Поспокойней Что бы у нас Сейчас не повторилось Блин Не повторилась Ситуация С прошлым Заходом Когда Блин Когда Нас Очень Очень Так Неприятно Игра Мучила 40 минут 40 50 минут Ну Там На прошлом Заходе Вина была Чисто моя И вообще Я Попытаюсь Про него Забыть Да ну Нет Ситуация Повторяется Это блин Как круговорот Истории В природе Блин Это как Войны Все с этими С римскими Империями Все повторяется Опять Римская Империя Идет в атаку Только Теперь Она Не римская А немецкая И опять Она захватывает Всю Блин Европу Хотя Римская Империя Европу Не захватывала Она там же Что-то другое Африку Захватывала Да Пойду к Зельде Зайду Проверю Знать Что бы Девчонки Это или Зельда Если это Девчонки То можно Не беспокоиться Про здоровье Если это Зельда То про здоровье Можно беспокоиться Это Пока что Нас не интересует Ну Зельда Это хорошо Теперь мы знаем Что там Зельда Есть Зельда Нам что-нибудь Подкинет Вы Ублюдки Найте Коктейль Кушайте С булочкой Смотрите Не подавитесь Варе И ты Слизь Гори в аду Слизь Не горит в аду Я не мог Не обратить Внимание Что слизь В аду Не горит Оказывается У слизи У слизи Иммунитет К аду Представляете Она прямо Как этот Как святые Мученики Могут Я не буду Дальше Говорить Я не буду Дальше Эту шутку Говорить Я уважаю Все религии Вообще Все религии Уважаю До тех пор Пока они Где-то Находятся Подальше От меня Но Вы пожалуйста Можете верить В любую религию Я постараюсь Не шутить Шутки Про Религию И все остальное Потому что Это Мои шутки В принципе Можно поспорить Насчет того Насколько Они смешные На любую тему А мои шутки Про религию Они Пользуются Дурной славой На районе Пробежали 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 И здесь У нас Сундук Зеленый Чудно Открываем Ракетки Сапоги Баллистические Сапоги Быстрее пули Они нам Просто дают Просто дают Ускорение Скорость Передвижения Увеличена Чудно Мы теперь Быстро Бегаем Бегаем Быстро Как Как я Из Квартиры Своей любовницы Когда ее муж Возвращается Домой Так Зельда Ты Зельда Дай мне что-нибудь Дай мне что-нибудь Зельда Зельда Дала мне Партикулятор Ребята Мы прошли Игру Я не хочу Быть Конечно Это Не хочу Настаивать Но мы Что-то Типа Прошли Игру Ну или У нас Теперь все Шансы Пройти Игру Есть Да-да У нас Иммунитет К яду Да Иммунитет К яду Это хорошо Но то что я Сейчас делаю Это не хорошо То есть я Так обрадовался Этому партикулятору Что естественно Начал тупить Начал тупить Это не есть гуд Это опасно Это чревато Нужно быть аккуратнее Партикулятор Это прекрасно Это вкусно Это сладко И это полезно В нем много витамина А, Б, С, Е, Г и Д Но Нельзя терять Нельзя терять Сосредоточенность Мы ее убили Мы убили Гаргону Без получения повреждений Теперь наша главная задача Это не потерять Не потерять этот шанс Не просрать его Просрать этот шанс Если честно Очень легко Это не хрен делать Я Я мастер Просирания шансов Тут Не поспоришь Это доказанный Научный факт Британские ученые Постановили Что Варлок Просиратель шансов Профессиональный Как он это делает Спросите вы Он может С прекрасным оружием Которое Позволяет Пройти игру Без проблем Убить дракона Убить прошлые бандитки Он может Начать получать урон На боссах Перестать получать Соответственно Увеличение здоровья Потом начать получать урон В комнатах На четвертом Пятом этаже И все И все Варлок приехал У Варлока Ни хера нет Он сидит У разбитого корыта И только Эта Золотая рыбка Смеется Да В комнатах Мы не экономим То есть шутки кончились Поскольку у меня есть партикулятор У нас вообще много других оружий То Теперь мы будем в комнатах Расходовать То что у нас есть Мы накопили оружие Третий этаж Это уже не шутки Мы ехали в маршрутке Под номером 1 Поэтому я буду Очень осторожно играть Я буду стараться Уничтожать противников Как можно скорее Патроны экономить не буду Потому что Не та ситуация Ну то есть Смотрите Какая у меня логика Если бы у нас Все было плохо И у нас не было Такого хорошего Антибоссового оружия То я бы наверное Попытался поэкономить Патроны Но поскольку у нас Все прекрасно Все хорошо То есть я действую Абсолютно нелогично Да Все плохо Я экономлю Все хорошо Я трачу Ну это Классика Классика жанра Да Когда блин Все есть То ты начинаешь тратить Направо и налево И в итоге Остаешься ни с чем Такое тоже возможно Но я надеюсь Что этого не случится И что все таки Как то Игра меня пожалеет Немножко И не оставит Без патронов Ну нам Для того Чтобы босса победить Нам нужны только Патроны на партикулятор Нам ничего больше не нужно Все боссы убиваются Чисто из партикулятора И это занимает Не так много времени Как могло бы Другим оружием Каким то А в комнатах Моя задача Не получить урона Не получить урона Ровно ноль Получить урона До конца игры То есть я планирую В принципе Больше его не получать Для этого Используем активные предметы Не Не жлобимся Не Не экономим там Где это не нужно Коктейль молотова Прекрасно Вот на таких противников Толстых Которые медленно Передвигаются Действуют Еще Это еще не все Да ребята Это еще не все Держимся подальше От врагов Стараемся Стараемся Расстреливать их Через всю карту И все будет Офигенно Непременно Все будет Офигенно Если у тебя Есть партикулятор Есть партикулятор Оляляляляля Партикулятор Не знаю Больше я его люблю Чем Какие нибудь Лучевые оружия Наверное Люблю я его Меньше Но Отрицать то Что он лучше Чем большинство Лучевых оружий Нельзя Мне лучевые оружия Нравятся В принципе Как таковые Своей сутью То что ты зажимаешь Кнопку И только Уборачиваешься И все Тебе больше Не нужно целиться В противника Этим мне Лучевые оружия Нравятся Но на практике Конечно Большинство из них Не так сильны Тот же Мой любимый Протонный ранец Он хорош Но не настолько Чтобы Заменить собой Партикулятор Ах Ублюдок Этот Железный Ублюдок Железный Ублюдок Три Возвращение Железоблюдка Отстой Какой-то Тупость Какая-то Вообще Ляпнул Ляпнул Как отрезал Как отрезал Себе Блин Язык Стреляем Стреляем Через всю Карту Не это Не надо Не надо Ребят Не надо Не будем Экономить Нафиг Нафиг Это дело Так Ребята 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 Спокойно 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 Спокойствие Только спокойствие Сейчас я вас настигну Чудно Так Магазин Магазин Продай мне что-нибудь хорошее Продай мне родину Противогаз нам не нужен Набитая звезда Наверное Нужна Набитая звезда Это бессмертие Наверное Я ее куплю Прежде Чем я это сделаю Я куплю ключ Я куплю ключ И посмотрю Можно ли здесь Найти какой-нибудь Хороший сундук На этом этаже И еще я посмотрю Можно ли Написать разработчикам Петицию На то Чтобы они убрали Эту комнату Из оружия Ну блин Комнатка Индиана Джонсы И Снайперы И блин Эти кружки Так босс Ну а что нам ждать Да Погнали на босса Ждать нечего Абсолютно Можно было пойти Конечно Купить звезду Бессмертия Что в принципе Логично Да Лучше Пойду я на босса Со звездой Да По какой черт Рисковать Не знаю По какой черт Рисковать Нафиг мне это нужно Магазин Так Ну медальон сердца Должен быть куплен Кольцо дружбы Имитаторов Тоже может быть Пачка денег У нас ни разу Не была куплена Я подумаю Я подумаю Над этим вопросом Кольцо дружбы Имитаторов Наверное Не будет куплено И наверное Мы не пойдем В закрытую комнату Закрытая комната Это конечно Классно И вкусно И все такое Но Сомневаюсь Что там что-то Лучше чем Единица Максимального здоровья В той комнате Там может быть Какой-то Алтарь Например Который там Ни хрена нам Вообще не даст Алтарь пополнения Боезапаса Который Я не буду использовать Или еще что-нибудь Такое же Такое же Бесполезное В данный момент Для нас Поэтому я проигнорирую Ту комнату Я только проверю Что здесь за сундук Есть Тут красный Или черный Сундук Здесь красный Или черный Сундук Красный Сундук Или увеличение Здоровья Красный Сундук Пряность Соблазнительный Кубик силы Что? Спросите Что? Повышает боевое Мастерство И совершенно Ничего не ухудшает Мощный наркотик Для улучшения Оружия Из дальних уголков Галактики Неизвестно Что он Очень быстро Вызывает привыкание И чрезвычайно Дорог А еще Он вызывает Червей Червей Саракиса Червей С планеты Арахис Пряность Интересно Надо проверить Я его использую На этом боссе То есть Звезду Звезду мы уже Не покупаем Да? Ну да Я так Знаете Сам спросил Сам ответил А что? Нормально А когда у тебя нет друзей То что тебе остается? Самому с собой Разговаривать На что я возьму патроны? Наверное На Да на виллы и возьмем На виллы как раз Максимальный эффект То есть полный Боезапас Мы получаем на виллы Посмотрим Что у нас в этой комнате Зеленый сундук Ну вот Зеленый сундук Я не открою Если у нас будет ключ Я куплю Увеличение здоровья Да Ну здесь Здесь ключа Блин Нету Короче Какую-то херь Я сделал Ну красный сундук Наверное Того стоит Ладно Идем Берем партикулятор Сейчас используем пряность Что она дает Я хрен его знает Написано Улучшает боевое мастерство По-моему Я бегаю быстрее По-моему Скорость передвижения У меня увеличилась Не знаю Увеличились ли боевые характеристики Такие как Наносимый урон Но Скорость передвижения Точно увеличилась Что я думаю Про бронедава Да я думаю Что он это Отстой На самом деле Бронедав мне кажется Легче чем Вот второй босс Который Который Болрок Против бронедава Может быть сложно воевать Если у вас маленькая Скорость передвижения Если бы у меня Не было такой скорости Передвижения Хорошей То бронедав Был бы мне Был не по зубам Он и так Все еще может оказаться Мне не по зубам Если честно Но Особенно Проблемы возникают Если От него Нельзя убежать Если ты обязан Возле него Близко находиться То тут Ничего хорошего Не будет Бронедав тебя Поймает Засунет тебе Засунет тебе Куда-нибудь Своё дуло Простите Простите Стример У танков Не дуло У них ствол Ага Дуло у тебя в окне Пряность Одноразовая Пряность Одноразовая Серьезно Ааа Блин Хм И еще одна пряность Еще чуть-чуть Не повредит Подождите Одну секундочку Повышает Боевое мастерство Здесь что-то Не так Ребята Как мне Два раза Один и тот же Предмет Выпал Здесь какой-то Подвох Она нам что Максимального здоровья Добавила Что-то здесь Случилось Что-то произошло И это что-то Мне очень не нравится Так Подождите А что Что происходит Почему У меня У меня опять Эта пряность Ааа Здесь Какая-то Фишка Да То есть Здесь что-то Задумала Эта пряность То есть Она мне будет Выпадать Да Судя по всему На этом заходе Теперь И Я ее буду Хавать И в итоге Превращусь в Пауля Атрейдеса Стану Повелителем Повелителем Дюны Либо Вылезет Песчаный червь И сожрет Меня к херам Собачьим Но здесь Я все равно Ничего не могу Купить Да Зеленый сундук Надо разбить Надо разбить Зеленый сундук Если честно То Я вот в данный момент Хочу купить Пустышку Я у меня Непреодолимое желание Купить пустышку Возникает Ради того Чтобы Найти секретную комнату Возможно Там найти ключ И купить Увеличение здоровья Но я не буду Этой херрию заниматься Знаете Это что-то уже Какой-то Это уже Какой-то Маразм Да Это уже Ты Фигней занимаешься Что с пряностью С этой происходит Я не врубаюсь Она одноразовая То есть Она действует На одну комнату Или она постоянно Она постоянно увеличивает Я не могу понять Так Ну короче Я этого не знаю Если пряность увеличивает На одну комнату То надо ее оставить На дракона Если она увеличивает Навсегда То нужно ее использовать Было на прошлом этаже И купить вместо нее Звезду Хороший вопрос Чудесный вопрос У меня на него нет ответа Абсолютно нет ответа На него Никакого Ноль Оп Партикулятор случайно Был использован Простите 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 Я не это Хотел сделать Хотел сделать вот это Ох Они меня окружили Они выпрыгнули Из-под земли Как чертики Из табакерки Да что ты будешь делать Хватит Хватит Тихо Тихо Вот начинается Начинается ситуация Плохая Начинается ситуация Когда я Туплю И начинаю получать урон Этого нельзя допустить То есть Победа у нас в кармане У нас в кармане Победа Охотницей Ну я не знаю Ой Бандиткой Ой Охотницей Бандиткой Блин Сашей Грей Победа Сашей Грей Если не знаешь Что говорить Говори Саша Грей Ее все знают И все Сразу начинают Ее себе представлять И забывают Что ты тупишь Если 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 мы дойдем До прошлого Бандитки Ну тут уже Я не знаю Я с ним ни разу Не дрался Я его даже Не видел Поэтому Не знаю Смогу ли я С первого раза Пройти Прошлые Бандитки Но я попытаюсь Естественно Специально Я не собираюсь Умирать Ради вашего Развлечения Гребаные Гребаные Зрители Оп Еще пряность Окей Окей Короче Ситуация такая Пряность Нам выпадает В больших Количествах Я думаю Если ее Начать жрать Неуемно То что-то Случится Мое предположение Что вылезет Червь Из Аракиса Земля Подземный Червь Вы видели Наверное В разных Играх Этих Гребаных Подземных Червей Это Простите Я отвлекся На меня Напал Из рук А Блин Это ж надо было Так прыгнуть Это ж надо было Так прыгнуть Прямо В объятия Смерти Я подозреваю Что вылезет Червь Из дюны Да И сожрет Нас К чертям Но Если Проблема в том Что Я не знаю Сколько ее надо съесть Но я думаю Что второй кусок Можно съесть Я думаю Что третий Есть не стоит Смотрите Я прекрасно понимаю Что по хорошему Мне надо бы Надо бы Схавать эту пряность Окей Знаете Знаете что Знаете ребята Идите нахер Идите Ооо Если бы у нас Не было партикулятора Если бы я не был Уверен в нашей победе Я бы попытался Третью пряность достать Да Но поскольку Ситуация абсолютно Не такая Поскольку Блин Я Не знаю Что делать Они меня окружили Нужен партикулятор Ловите Ааа Меня в осад Взяли в осаду Как Стивена Сигала Ааа Вы видите Сколько их здесь Вы видите Вы видите Что происходит Уууу Какая веселая комнатка Да Если бы у нас Все так хорошо Не было То я бы Я бы Купил еще одну пряность Я бы съел Просто чтобы узнать Что это дает Ааа К сожалению К сожалению Я сцу Я сцу Я сцу Провтыкать победу Я сцу Провтыкать победу И на меня Блин Весь Все комментарии Будут злые На меня Я бы сам на себя Буду злой Главное Главное Что я сам на себя Буду злой Если блин Провтыкаю ее Так в тупую Так ладно Кончились патроны Знаете Что это у нас Патроны начинают Кончаться У нас оружий много Ну как Относительно много Ну не мало Скажем так У нас Ни одно оружие Ни два у нас У нас как раз Два оружия Осталось на самом деле Это босс Ааа Давайте на босса Пойдем Прям сразу Патронов должно хватить Ааа Что эта пряность Нам даст Опа Окей Мы деремся Против двери Я слышал Я слышал Что-то про этого босса Это босс дверь Я первый раз Его вижу Повелитель дверей Черт Блять Я не знаю Я не видел его ни разу Черт Ублюд Ааа Пряность насылает На нас проклятие Пряность проклятие дает Ах ты сука Долбаная Пряность Ненавижу тебя Я не знал Я не знал Я извиняюсь Я не понял Что дает проклятие Эта пряность Нужно уходить от него Ничего хорошего Не может случиться Когда мы рядом С боссом Артикулятор Стреляй в него Мы тебя убьем Сука Гребаная дверь Я играл Call of Duty Я мастер уничтожения дверей Я мастер уничтожения дверей Он меня убьет Нахер Он убьет меня Сука А Не 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 Знаешь что Не 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 Если Я тебе еще не говорил Что Не 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 Помнишь Помнишь Мы с тобой разговаривали Повелитель дверей И ты сказал Такой Слушай Что ты думаешь О том Чтобы я тебя убил А я тогда сказал Не 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 Так вот Я все еще Придерживаюсь Этой позиции Жизненной Оу Ну ладно Ладно Все было не так плохо На самом деле Ну Убить он меня Вряд ли бы убил В итоге И здоровья Достаточно С него выпало И Голова демона Бж Бж Это я озвучиваю Голову демона Да Я использовал Кстати пряность По моему Она добавила нам Еще единицу Максимального здоровья Но Третью пряность Я не буду Я не буду применять Как бы Как бы это не было Забавно И весело Я воздержусь Потому что Потому что Я не хочу умирать Большинство Большинство Своих решений В жизни Я в принципе Ну Как думаю Большинство Людей Я принимаю По одной простой причине Я не хочу умирать То есть Я когда Дорогу перехожу Да Я ее перехожу Обычно в положенном месте Ну то есть Я это Я перехожу ее По пешеходному переходу А еще я Я стою И жду пока не загорится Зеленый свет Для пешехода Это конечно Сумасшествие И Ну как бы Это значит Я не настоящий мужик Но я Я перехожу дорогу Только на зеленый свет И пропагандирую всем У меня на работе Чувихи С работы идут Ну девушки Идут с работой И они каждый раз Блин Валят на красный свет Когда переходят дорогу Я им говорю Вы так спешите А ну причем Знаете как Там даже не то что Они ускоряют процесс Своего дохождения До остановки Чтобы сидеть на маршрутку И ехать домой О нет Вы думаете Все так просто Хрен там Они Там Переходят Половину дороги А там посреди дороги Ну знаете Как островок такой Ну как бы Две полосы Разделены Островком земли Да И потом они Стоят на этом островке Земли И ждут Когда блин Приедет машина Надо патроны на партикулятор Я беру И ждут Пока приедут машины На следующей полосе Потому что там Как-то так Светофоры Организованы Что Ну Всегда Машины С одной стороны едут А с другой не едут Ну в общем Они в итоге Они проходят пол дороги И все равно Стоят Ждут светофора Ровно в 10 метрах От того места Где они были до этого Логически Не поспоришь Они ровно Примерно на 2 секунды Сократили время Своего пути То есть Они на 2 секунды Доходят до остановки Раньше меня Но это же глупо Да 2 секунды Ну Хрена тебе Хрена ли тебе Эти 2 секунды Сделают в итоге Да Ты же не Не на соревнованиях Это же у нас Не спринт Не чемпионат мира По спринту По марафону И всему остальному Все равно Блин Не решит Ни хрена Эти 2 секунды Но нет Нужно Блин Спешить Нужно Торопиться Даже Даже если вы Ну Если вам Все равно Подумайте тогда Какой вы пример Подаете Это увидит Ребенок Какой-нибудь Который Ну Увидит Что вы переходите Дорогу на красный свет Подумает Что так можно делать Вы же взрослый Да Значит вы правильно Делаете Вы же не будете Неправильно делать Мама же его учит Что взрослые Всегда правильно Все делают Что взрослых Надо слушать Да Что они умные Ну и че Так Секундочку Вот это У нас Что Это Сундук Синий В зеркале Если его Открыть Я знаю Что мы Получаем Проклятие Я его не буду открывать Если каждое использование пряности Давало мне проклятие Значит сейчас красные начнут появляться, да? Красных я не люблю Потому что я белый Я хочу царскую Россию вернуть Кроме этого Я слышал, что может быть смерть Начать преследовать нас по всем комнатам Вы видите? Это такой заход Этот заход он как Как Blackjack С девушками легкого поведения Ты там набираешь сколько-то очков Ну вроде уже нормально Слушайте, я не умею играть Blackjack Да, я знаю так общие правила Ну короче, ты набираешь там 18 очков Я неправильные цифры называю Потому что не умею играть Blackjack Но смысл это один и тот же Вы набираете там сколько-то очков И потом вам кажется Что нужно взять еще одну карту Но наверное лучше ее не брать Синий сундук Либо дверь Я открою синий сундук Я буду скучным чуваком И открою синий сундук Галактическая медаль Патронамикон, что за медаль? Медаль, за которой награждают За храбрость перед лицом Неминуемой погибели Но что важнее всего Ты не подвел свой взвод Отличная работа, Марпех Спасибо, сержант Служу Советскому Союзу Марпех Есть в России морская пехота Окей, знаете, что Я не служил По-моему, это стало очевидно, да? Ну я не то, чтобы я отрицал Там что-нибудь такое Так, у меня кончилась голова демона Это очень-очень нехорошо Я буду использовать банана-бомбы Бананы-лопала-бомба Я не знаю, как в этой песне На самом деле поется Но мне все время слышится, что Бананы-лопала-бомба Я не знаю, что это должно значить С какого хрена Но вот мне Я эту песню слышу По-хорошему мне надо погуглить Текст этой песни Да, и у меня пройдет У меня пройдет это безумие Но мне кажется, что там поют Бананы-лопала-бомба Е-е А для чего я хочу патроны? Знаете, наверное, наверное Для головы демона, да? Что у нас еще есть? Вилы есть Голова демона и табельный бластер Сложный выбор на самом деле Довольно сложный Голова демона Либо табельный бластер Ну вилы я не беру Сто пуду Либо голова демона Либо табельный бластер Да, хрен с ним Пускай будет голова демона Мне как-то повеселее с ней уходить Где наш магазин? Что у нас в магазине тут продается? А, кабура с сердцем Да, это надо купить Пряность Продаешь, сука Либо можно купить что-нибудь Давайте поищем еще секретную комнату Да, у нас две пустышки есть Давайте поищем секретку Там может быть ключ еще один Здесь секретки нет А, мы же можем попробовать найти трещины в стене, да? Нет? Не знаю Банана бомбой Можно попробовать их поискать? Что-то как-то неудобно вообще В общем, здесь не было секретной комнаты Значит Кабура с сердцем Либо Либо ключ Смотрите, в данной ситуации, которая у нас сейчас Покой, черт мне, кабура с сердцем Да, я все равно не могу полечиться до полного здоровья Давайте сделаем нейтральный вариант Я куплю ключ И потом куплю себе еще сердце И либо патроны Либо и патроны Сейчас посмотрим, что у нас здесь будет О, магазинчик А-а-а Это ничего я не хочу Эти амулеты и амуниции Меня не прикалывают А-а-а У нас еще 69 монеток Хе-хе 69 Надо либо патроны купить, либо сердце Я куплю сердце Полечусь, куплю обычное сердце Не максимальное, а просто здоровье немножко Раздобуду и свалю нафиг Да, сундук в зеркале я не стал открывать Потому что он проклинает, насколько я знаю Он проклятие дает Проклинаться я не хочу Если я проклянусь, то Может случиться непроправимое Опять я ссу из-за того, что у нас Слишком хорошие шансы на победу Когда все идет хорошо Лучше лишний раз не рисковать Это как вы, блин, знаете Украли миллион долларов, едете Домой уже с этим миллионом долларов, укратых И тут А почему бы мне не зайти, не выпить рюмочку Вот в этом подозрительном Подозрительном кафе, да С чемоданом с миллионом долларов Вот даже, пускай в этом кафе Никто не знает, что у вас миллион долларов с собой Сто пудов вы нарветесь на какую-то разборку Сто пудов И, блин, вас Прирежут нахрен С миллионом долларов В багажнике вашей машины И причем и даже миллион долларов Не заберут, потому что Они не знают даже, что он у вас есть Просто, блин, так Когда с одной стороны везет, то Очень-очень хорошая вероятность того, что С другой стороны не будет везти Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Странно, куда молоток делся Я думал, что он меня дальше будет Долбать Так, осторожней, осторожней Осторожней, тихо, не спеша Кидаем всем по бананчику Отведай моего банана Тварь И ты отведай моего банана, он очень вкусный Так, вот это вот Ублюдок сейчас будет кидать свою цепь Да, да, вот молодец, хороший бросок Шикарный просто Мастер бросков Опа, вот этот бросок был уже получше Че тут скажешь А там еще ковбойчик скачет Ковбойчик, отведай банан Вкусный? Тебе понравилось? Расскажи всем друзьям Так, кольца Так, знаешь что, ублюдок Я против тебя сейчас голову демона не пожалею Отлично Ковбойчик мертв Так, пятый этаж Пятый этаж Пятый этаж у нас главная задача Экономить здоровье Патроны у нас для прохождения босса есть Теперь нужно Чтобы хватило патронов на прохождение Собственно, обычных противников Ну, комнат И все будет офигенно Непременно все будет офигенно Если Ты Очень богатый А мы сейчас богатые И мы богатые не в том смысле, что у нас много денег А мы богатые, что у нас много друзей Ну, в смысле, оружия А мои Оружия мои друзья Окей Окей Спокойствие Только спокойствие Все нормально Уууууууууууууууууаууți Пятый этаж Обожаю его Просто, блин Кстати, как называется этот Пятый этаж? Кузница или что-то такое? В общем, какая-то хрень Они меня, блин, зажимают Они меня зажимают, как, блин, шестиклассники. Соп, тихо, 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 тихо. Как десятиклассницу. Шестиклассницу, ублюдок, блин. Надо было сморозить. Вперёд, 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 вперёд. Так, 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 не надо, не надо тут никого призывать. Давайте жить дружно. Леопольд, давай жить дружно. В смысле, Леопольд, выходи, подлый ублюдок. Мы будем тебя сейчас... Перо в бочину тебе всаживать. Смотрели этот мультик про Леопольда? Его там мыши хренача. Так, ребята. У меня есть предложение. Блин, предложение. Давайте, давайте, я вас буду бить, а вы меня не будете. Это король, это король. Если мы убили короля, это значит, что скелет где-то упал. Лежит. Опа, молоток. Ха-ха. Ого. Что у нас с патронами? На всё нахер кончились патроны. Кроме партикулятора. Ну, мы сможем и с партикулятором, конечно, бы проходить. Я предпочёл бы этого избежать. На случай, если мы прямо сейчас найдём босса. Тихо. Пряность. Я возьму её. Ещё одно попадание. Слушайте, ну сто пудов, да, если я её приму, вылезет этот грёбаный червяк. Из дюны. Вот, ну, сомнений у меня никаких. Я прямо уверен, на 200% в исходе. Так, ладно. Патроны на всё нахер кончились. Я пряность буду хранить до последнего. Я буду её хранить, если вдруг у меня останется всего лишь одна жизнь, одно сердечко. Я её приму. По-моему, она добавляет максимального здоровья. Я её приму, если на драконе у меня кончатся жизни, да. Кстати, о жизнях и драконах. Придётся использовать партикулятор. Потому что я себе не доверяю со стартовым пистолетом. К тому же, блин, с такими противниками. Ну, хотя, что такие противники? Я его, блин, расстреляю. Он красный, конечно, но он в меня не попадёт. Вот этот может попасть. Хотя он и не красный. А вот этот, он чуть-чуть красный. У него на голове красная повязочка. Но это не проблема. Ну, у нас есть ключ. У нас есть ключ. Мы вполне можем открыть сундук. Это не мимик. Хочу ли я его открывать сейчас? Да, мне нужно оружие. Лазерное ружьё. Но это лучше, чем стартовый пистолет, да. Всё равно лучше. Стартовый пистолет. Я бы предпочёл вообще не видеть в глаза. Ещё пряность продаётся. Ну, ну. Сейчас. Держи карман шире. Сердце. Ну, здесь, здесь покупать кроме сердца нечего. Абсолютно. Ты мне что-нибудь новое скажешь? Да, пуля, точно. Чуть не забыл. Дракон в эту сторону или нет? Ну, пойдёмте в эту. Я надеюсь, что дракон здесь. Эта комната. Эта комната. Эта комната пришла ко мне из моих кошмаров. Здесь большой молоток. Вот мы и потеряли здоровье купленное. О, это дракон. Партикулятор вперёд. Ну что, сделаем это. Сделаем это, ребята. Иди ко мне, змеючка. Сейчас я тебя погоняю. Я профессионал по гонянию змеев. Если вы понимаете, о чём я. Ты понимаешь, о чём я, дракон? Иди ко мне. Ешь. Ешь мои выстрелы, ублюдок. Эта атака меня не пугает. Я всё знаю про тебя. Я знаю, что ты делал прошлым летом. Тот же, что и все драконы. Спал на груди золота. И ел хоббитов. И гномов. И всё такое. И все остальные шутки про властелина колец. В смысле, про хоббита. У тебя нет шансов, ублюдок. Тебе хана. Ну, смотрите. Мы его глушим. Глушим, как последнего... Последнего ужика. В данный момент он для меня ничем не опасней. Обычного ужа. Из обычного болота. Всё. Режим бонифация. Режим бонифация, ублюдок. А я мастерский бонифаций. Моя кликуха на районе была. Дед бонифаций. О-о-о. Этот прыжочек может быть опасным. Этот тоже. И этот тоже. Ну, смотрите. Урона мы нанесли достаточно много. За первое сердце его. Так что, я думаю, мы прошли дракона. Тут вопросов быть не может. Ну, на бонифации я могу пару ударов получить. Но не больше. То есть, это... Это было бы очень тупо здесь умереть. Но я скажу, что это, наверное, нереально. Особенно, если у меня в запасе ещё есть одна пряность. Ну, нет. Здесь проблема может случиться, если ты прыгнешь не в ту сторону. Если ты прыгнешь не в ту сторону. Если ты собьёшься с ритма. И начнёшь скакать по полю, где нет входа. Тогда могут возникнуть проблемы. Ну, всё нормально. Всё нормально. Мы его завалили. Мы его убили. Дракоша был успешно убит. Спасибо партикулятору. Спасибо лазерному ружью. Спасибо передаю маме. Моему брату. Они все помогли мне в этом нелёгком деле. Я очень-очень благодарен им всем. Передаю им привет. Ну что, съесть третью пряность, да? Если вылезет червь, мы его победим. Червь не вылез. Окей. Никакой червь не вылез. Так что всё нормально. Ну, не вылез червь и ладно. Ну и всё, мы прошли. Мы прошли дракона теперь бандиткой. Сейчас пойдём мочить её прошлое. Замочим ли мы её прошлое? Хер его знать. Я его не видел ни разу. Откуда мне знать, да? Кошка, кошка, кошка. Давай поговорим об этом. Иди, иди погуляй. Моя кошка пришла. Она тоже празднует победу. Ну, а она по-своему празднует. Она ходит и пытается скинуть мою звуковую карту со стола. Подожди, подожди секунду, игра. Сейчас будет. Готовьтесь. Сейчас будет музычка. Танцуют все. Короткая какая-то музычка. Я бы предпочёл ещё секундочек десять потанцевать. Ночной клуб Исповедь. Прошлое. Двенадцать лет назад. Ну, наконец-то. Босс, они здесь. Это Гмония. Не знаю, как они так быстро тут оказались. Почти всю команду уже схватили. Тебе придётся прорываться с боем. Если они тебя снимут, там всем хана. Ну, этот зелёный чувак. Не знаю, почему он так у меня звучит. Вот так. Здравствуйте. О-о-о, боже мой. Это Михалков. Он пришёл отобрать мои деньги за интернет. Он пришёл добавить один процент от всех продаж интернета себе в карман. За то, что я типа пирачу игры. Хотя я их все нахер покупаю на стиме. И плачу за них, блин, по триста плюс рублей за каждую. Что тут делают все эти громилы гегемонии? Наше соглашение подошло к концу. Лэ-лы. Как долго, по-твоему, могло продолжаться твоя маленькая дельца? Империя человеческой гегемонии не может позволить этому продолжаться. Нам нужен прецедент. О, а мне нужен... Мне много чего нужно. Мне нужна... Мне нужна блондинка с восьмым размером. А-а-а. Ах, ты венроломная скотина. Мы же договорились. Ты покойник. Я восхищён твоей непреклонностью. Но мы полностью окружили это место. Подожди, я же Михалков. А-а, я восхищён твоей непреклонностью. Но мы полностью окружили это место. Мальчики, упакуйте её. Сейчас я вас упакую, ублюдки. Гражданин гегемонии 83N4159. Основной псевдоним лазерная Лили. Вы арестованы за преступный сговор, хищение и вымогательство. А-а, знаете что? А-а. Вам всем хана. Вы также находитесь под следствием по обвинению в уклонении от налогов, вооруженном грабеже, кредитному мошенниству, самому им вольному уничтожению имущества, в незаконной торговле оружием, в пособничестве, подстрекательстве и распространении наркотиков, в контрабанде защищённых вещей, в хищении особо крупных размеров, нескольких убийствах, предварительному сговору. Мы вас забираем. Не делайте резких движений. Преподать им очередной урок. Ребята, ребята, только дайте мне добраться до Михалкова. У меня с ним личные счёты. У меня реально с ним личные счёты. Чувак, всё будет нормально. Всё будет нормально. У меня есть медведь. О, это моя фотка. Смотрите, какой я красавчик. Идите сюда, ублюдки. У меня есть Томми Ган. Ублюдки. Теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо. О, да тут весело. Вечеринка. Все нафиг. Я не ожидал, что они надолго тебя... А, я не ожидал, что они надолго тебя задержат. Ну, а теперь сопротивляешься аресту, и тебе не выйти из этой комнаты живой. Давай. Станцуем. Давай станцуем, ублюдок Михалков. Где мои деньги? Почему ты их у меня забираешь, а? Тварь такая. Скрученный костюм. Михалков! Подавляй всё, что ты можешь. А, ну да, конечно, ублюдков попризывать, да? Ну, у меня есть коктейль Молотова для таких ребят. Он как раз для таких дел предназначен. Где ты? Михалков! Окей. Надо следить, надо следить, следить за его выстрелами. У нас есть ещё оружие? Есть. Михалков! Михалков! Давай дружить. Михалков! Я думал, там противник. И выстрелил в его коктейль Молотова. Михалков, нам нужно поговорить. Смотри. Почему ты забираешь процент от всех, блин, продаж? Да? А как насчёт людей, которые, блин, реально хотят. Хотят покупать фильмы. Например. Музыку хотят покупать. Есть у вас в России нормальное такое, это... Какой-нибудь сервис для продажи фильмов? Нормальный такой, чтобы я как Netflix. Чтобы я мог зайти, да? Купить фильм за... Ну, за нормальную стоимость. Не за 100-500 денег, а, блин, за 50 рублей. За 100 рублей. Посмотреть его вечером. Есть такой. Нету, говоришь? А с хрена ли его нету? Что ты в меня кидаешь коктейли Молотова? Я тебе сам кину. Ну, что-то так себе коктейли Молотова я кинул. И патроны кончились на автомат. Но пока что всё идёт более-менее, да? У меня ещё есть несколько пустышек. Несколько пустышек. Есть пространство для манёвра. Опа-па. Опа-па-па-па. Ну, я думаю, мы завалим Михалкова. Я думаю, у него нет шансов. Ах ты, сука. Где он? Я не вижу его. Он слишком далеко. А-а-а, тварь. Да-да-да-да-да-да. Я понял, ты злой. Я понял, да. У меня ещё две пустышки, ублюдок. Ты мне заплатишь за, блин, за все срубленные бабки. Квартель с деньгами открыта. Оу, я, детка. Go to car. Так, слева написано внизу. Это отсылка горячей линии в Майами. Ты всегда всё усложняешь. Он убит? Михалков умер. Интернет свободен. Эй, это бессмысленно. Рано или поздно они тебя всё равно выследят. Ты не можешь бегать вечно. О, я думаю, вполне могу. И я это продемонстрирую. Мы это сделали, ребят. Мы прошли оружие бандиткой. Три из четырёх. Остался... Остался мой любимый персонаж. Остался пилот. В следующих сериях. Варлок ТД играет в оружие. Десять заходов пилотам. Безумных и беспощадных. Ладно, ладно. Всё, я оставляю вас с музычкой по традиции. Если вам она нравится, слушайте дальше. Спасибо за просмотр. Возвращайтесь. Я буду здесь ещё очень долго. Как минимум 50 заходов пилотам. Всё, спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok